Здравствуйте, меня зовут Денис Цыплаков, я работаю в Детарат Солюшен архитектором. Я сегодня хочу рассказать две темы. Первая будет про техническую архитектуру, вторая будет про облачные сервисы. Я хочу сделать первую часть немножко подлиннее, а вторую немножко покороче. Где-то будет 65-35%. Если вы почувствуете, что его прям дальше вот прям невозможно сидеть и надо прям вот прям срочно вот сделать перерыв, вот вы как-нибудь подавайте сигналы и мы тогда что-нибудь придумаем. Я правильно понимаю, что здесь в основном студенты где-то там в районе третьего-четвертого курса второго. И все примерно занимаются программированием. Окей. Хорошо, тогда давайте начнем. Итак, первый доклад будет про техническую архитектуру. Что это такое и зачем это нужно. У кого-нибудь слова техническая архитектура вызывают какие-то ассоциации в главе вообще? Есть такие люди в зале? Вот кто, у кого что-то это вызывает? Руку поднимите. Вообще ни у кого. Да, и что это по-вашему? Нет, вообще ни разу. Совсем нет. А структура МС? А-а. Ладно, понял, хорошо. Тогда самое оно. Все. Итак, давайте расскажу, что это такое и зачем это нужно. Для начала небольшое предисловие, откуда вообще как бы как я сам с этим термином столкнулся. Когда я в начале 90-х закончил ВГУ, нас выпустили вроде бы как бы уже готовыми программистами. Ну то есть мы умели писать программы, как бы там все нормально, как бы дипломы сдали, все прекрасно. Вот. И после университета я понял, что у меня есть в голове один вопрос. Я не очень понимаю, как вот все то, чем у нас учили, превращать в какие-то приложения, которые решают проблемы бизнеса. Ну то есть вот я класса замечательно мог писать, какие-то учебные задачки, какие-то более-менее большие задачки мог делать. Там проблем не было. Но когда мы говорим про то, что теперь надо сесть и написать приложение, на котором ты работаешь. Ну то есть что такое диплом? Диплом ты пишешь, ну предположим, там, если в человека часах, там, грубо говоря, человека месяц максимум, обычно меньше. Именно вот кодирование. А проект это, например, там 10 человек лет. То есть между один человеком месяц и 10 человек лет, как бы очевидно, есть какой-то довольно большой промежуток. Как-то, да, вот один месяц и там сколько у нас, там, 120 месяцев, как бы большой гэп. И возникал вопрос, как вот от чего-то, что ты пишешь месяц, даже когда месяц пишешь, уже возникали вопросы, что-то у меня как-то классы не очень хорошо организованы, да. И я понял, что если это дело сейчас масштабировать сто раз, то получится что-то совсем неприличное. И возникал вопрос, как с этим бороться. В принципе, на этот вопрос отчасти, скажем так, на большую часть этого вопроса отвечает техническая архитектура. То есть как сделать приложение, которое вот там команда из 10 человек пишет год. При этом надо понимать, что команда из 10 человек в год, это в принципе не очень много. Большое приложение, например, команда из 70 человек, например, там 5 лет. Вот это уже там большое приложение, но не гигантское, бывает большее. Второй звоночек прозвучал, ну скажем так, второй кейс, про который я хочу рассказать. Это когда еще работал Доду Тарта, это был, наверное, какой-то 2000 или 2001 год. К нам на работу пришла устраиваться девушка, как она тогда училась на пятом курсе ВГУ, если мне память не изменяет. И мы дали ей тестовую задачу. Есть такая классная книга, Чайл Суэзерова, этюда для программистов. Она содержит такие вот задачки на 3-4 недели кодирования. Книга очень классная, в ней порядка 20 с чем-то задач. И я тогда как-то, в общем, думаю, дай потестирую. Дал, значит, девушке довольно сложную задачу, которую я сам в свое время как бы решать поленился. Она действительно довольно объемная и не очень просто кодить, там про криптографию и так далее. Вот, она ее решила буквально за неделю. Я прям как-то офигел, думаю, фигасе, попробовал, прям все работает замечательно. Прямо это было на редкость удивительно. Я полез в код. Код, те части, которые касаются алгоритмики, прекрасные. Вот, но, а задача, она решалась на Дельфе. Но все данные, все структуры данных у нее хранились прямо внутри контролов. То есть у нее никакой внутренней модели данных в приложении не было совсем вообще. Это очень странно и очень неудобно. Я спросил, почему? А ну мы, как она сказала, ну как учили, так и сделала, что как бы, такого-то. Вот, то есть это типичная проблема, вызванная отсутствием понимания, что такое техническая архитектура, зачем она нужна. В принципе, на справедливости ради, грубо говоря, где-то в середине 90-х, в общем-то, про техническую архитектуру, вообще говоря, говорили очень мало. То есть даже было непонятно, куда с этим вопросом бежать. Ну и молчу о том, что интернета толком не было в те времена. Ну, даже если как бы ты нашел какую-то документацию, ну максимум, что ты мог почитать программирование, там, сезжая скриптов на питоне, на перле. А вот техническая архитектура по этому вопросу была очень мало всего. Потом в какой-то момент вышла замечательная книга «Паттерны проектирования», Gang of Ford так называемая. Вообще, кто-нибудь про паттерны проектирования слышал? О, раз, два, три, четыре человека. О, это уже немножко лучше. Вот, вот паттерны проектирования, это не про техническую архитектуру. Как ни странно. Хотя в те времена это казалось, что вот, что мы сейчас все паттернами начитаемся, и тут-то мы сейчас тут все спроектируем. Вот, как выявилось, они не очень помогают, они как бы даже немножечко вредны. Вот, то есть книжку читать, безусловно, надо, но не надо ее воспринимать как непосредственно руководству к действию, когда вы начнете что-то проектировать. Хорошо, я считаю, я достаточно заинтриговал и постарался рассказать, почему это важно. Давайте теперь перейдем к тому, что это и зачем это. Так, этот слайд я рассказал уже. Где техническая архитектура находится на, грубо говоря, карте мира? То есть в какой момент она вам нужна? Вот вы программируете в рамках готового приложения. То есть вот вы пришли куда-то работать, там какая-то команда, те самые пресловутые 50 человек, которые работают 5 лет над проектом. Вы туда приходите с джуниорным программистом, вам говорят, так, вот сюда садись, вот те приложения. Вот здесь вот классы создавай, которые будут вот эти функции реализовывать. То есть это, ну, как бы регулярное программирование в рамках готового приложения. Потом в какой-то момент вы подрастаете, у вас возникает необходимость решить, как классы в приложении организованы, как вот всякие разные внутренние сущности приложения устроены, как данные туда-сюда перетекают, как приложение конфигурируется. То есть как-то у вас уровень компетенции растет, и вы начинаете уже вот такими вещами, скажем так, принимать решения в этой области. После технической архитектуры существует такое понятие, как системная архитектура. Это когда вы решаете, из каких компонентов, из каких приложений состоит у вас система. Вы говорите, ну, кто-нибудь слово микросервисы, сервисная архитектура слышал? Как-то тоже не очень много. Хорошо, есть понимание, что система, приложение, да, вот если мы посмотрим, какая система, я не знаю, давайте возьмем какой-нибудь условный. Про Инстаграм кто-нибудь слышал? Руки поднимите. О, много людей слышали про Инстаграм, круто. Вот если мы возьмем Инстаграм как программную систему, которой вы пользуетесь, есть, наверное, все понимают, что Инстаграм это, наверное, не одно приложение, не одна программа, а, наверное, много разных каких-то компонент программных, которые вот где-то во внутреннем пространстве этого самого компания Инстаграма Инкорпорейтед крутятся. Вот это хотя бы понимаете? Честно, честно? Руки поднимите, кто понимает. Ура! Как считаете, сколько Инстаграма разных внутри компонент? Какие есть гипотезы? Примерно столько, сколько двух и двух. Ну, чуть-чуть поменьше, потому что все-таки Инстаграм это как это, это baby Facebook. Ну, в общем, да, близко к тому. Правильный ответ. И эти компоненты внутри условного Инстаграма, они должны как-то между собой взаимодействовать. Надо решить, какие там компоненты есть. Наверное, какой-то компонент отвечает за хранение фоточек, какой-то компонент там за комментарии. Есть мобильное приложение. Вот это системная архитектура. Есть еще solution architecture. Это то, когда мы говорим о том, как система должна быть устроена в принципе, так, чтобы она приносила бизнесу прибыль. Потому что в конечном счете все это дело пишется для извлечения денег, ну или для достижения какой-то цели. То есть это затачивание системной архитектуры под то, чтобы она бизнесу пользу приносила. Вот техническая архитектура, она у нас находится где-то на втором шаге. То есть после того, как мы начали делать какие-то маленькие классики, которые решают какие-то бизнес-функции, у нас появляется необходимость как-то все это дело безобразие каким-то образом организовать. То есть что-то куда-то поместить. Как сейчас в университете, институте учат? Что у вас сейчас в качестве основного инструмента, где вы код разрабатываете? Visual Studio, да? Вот что еще? Что еще? А, PyCharm. Ну вот если вы возьмете Visual Studio или идею, ну в смысле PyCharm, то там слева, да, у вас есть, или там Visual Studio, по-моему, справа, да, у вас есть такая структура проектов. Вот как вы решаете, где файл новый создать? Ага. А давайте у вас предположим, что у вас 50 файлов. Что все вот будете друг за другом добавлять, да? Какую папку? Названием чего? А что она делает? Ну, в принципе, как это называется, группировка по бизнес-функциям. Ну, в общем, да, в принципе, это не лишено логики. Ну, а как бы, а как конфигурировать будете? Ну вот, программе, например, нужно там коннекты к базе данных. Где храните? Есть идея? Ну вот у вас программа работает с базой данных. Креденшалы, как бы, имя пользователя и пароль к базе. Где хранится? А? К базе данных же кто-то коннектился из вас, правда? Нет? Ой-ой. А понимание, что когда у вас код работает, ему нужно очень много разных конфигурационных параметров. Кто это понимает вообще? Что, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, примерно кто-то понимает. Так вот, когда у вас работает код, вот когда вы пишете программу, да, она не работает в вакууме, она взаимодействует с кучей других компонент. И надо знать, где эти компоненты живут, какие к ним пользователи, логин, пароль, всякие дополнительные настроечные параметры, там, числовые, символные и так далее. Все это необходимо программе знать, чтобы нормально функционировать. Это называется конфигурация. Это понятно? Ура. Итак, что такое техническая архитектура? Если мы говорим про техническую архитектуру, то, ну, заменитую фразу алгоритм плюс структуру данных равняется программа. Сейчас этому учат, да? Вирта все знают же, да? Нет? Книжку Вирта вам в институте сейчас преподают? Ура. Вот если мы говорим не о программе, а о приложении, то алгоритмов и структур данных недостаточно. Необходим некий, скажем так, клей, да, который склеивает между собой алгоритмы и структуру данных, и из всего этого дела получается вместе приложение. Если вы будете потише болтать, то мне будет проще вам рассказывать. Реально, когда шумно, мне тяжело. Давайте чуть-чуть более формальное определение. Техническая архитектура – это набор правил и технических приемов, которые позволяют вам объединить атомарные строительные блоки, такие как структуры данных, логаритмы, классы, конфигурационные файлы, скрипты сборки и так далее. Это одно приложение, которое позволяет успешно команде разрабатывать, вести процесс разработки. Ключевое здесь, здесь есть два ключевых момента. То, что первое, что у нас есть команда, то есть вы делаете это не только для себя, а еще для 10 других человек, которые знают, где вас живут, и иногда вас могут раскритиковать, скажем так. И разработка ведется не 4 часа во время практики, а, например, 4 тысячи часов. То есть, например, следующие 4 тысячи часов рабочих своей жизни вы проведете с этим приложением. Вам должно быть с ним жить комфортно. Техническая архитектура – это набор правил, которые позволяют ответить на эти вопросы. Как всю эту ерунду вместе с собой склеить? На какие обычно вопросы техническая архитектура должна отвечать? Почему я говорю «обычно»? Потому что в зависимости от того, какое приложение вы делаете, то есть, если у вас это мобильное приложение, это одна специфика, если это какие-то сервисы, там, веб-приложение, другая специфика. Если вы пишете приложение для контроллера какого-нибудь автомобиля «Мерседес», который там, вот, ваш код находится где-то на маленьком чипе, где-то в глубине двигателя, то это третья история. И различные типы приложений требуют разного, зачастую сильно разного подхода, в том числе к технической архитектуре. На какие вопросы техническая архитектура должна отвечать? Как у вас сгруппированы базовые строительные блоки? В 2019 году базовые строительные блоки обычно это классы или функции. Если мы говорим о языке объектном, то это классы. Если мы говорим о языке каком-нибудь там условном, через какой у нас сейчас функциональный язык самый популярный-то? Есть идея? JavaScript не функциональный язык. Ну, липс сейчас не очень популярен, ну, не знаю, там, Кложа какая-нибудь или там, Котлин, ну, Скала не совсем чистый пример. Да, но в любом случае, как бы, там есть языки, где базовый функциональный блок – это не класс, а функция. Дальше техническая архитектура должна отвечать на вопрос, как эти строительные блоки, как классы друг друга находят, как они между собой связаны. То есть, на самом деле, это не самый тривиальный вопрос, как ни странно. То есть, вот, у вас, предположим, у вас есть в приложении 100 классов, экземпляров классов, там, классов с различным жизненным циклом, и все эти классы, взаимодействуя друг с другом, хорошо должны друг друга как-то находить, находить ссылки друг на друга, создавать новые классы и так далее. Сейчас обычно, почти во всех более-менее классических приложениях, это EOS, Inversion Control. Слово EOS кому-нибудь что не говорит? Руки поднимите. Кто знает, что такое? Что, вообще никто не знает? Spring, что сейчас у нас в Дотнете самое популярное, это EOS framework. Винцер, что там сейчас еще? Никто не знает? Те из вас, кто, постарая, как сказать, будет пытаться потом чему-нибудь научиться, запишите себе, пожалуйста, это словосочетание, аббревиатуру, EOS, Inversion of Control. И для своего любимого языка программирования, для своего любимого фреймборка, найдите, какие EOS для него бывают, и почитайте, что это такое. Потому что с этой штукой вы столкнетесь, прям как только вы начнете что-нибудь коммерческое девелопить немедленно. Прямо сейчас искать на телефонах не надо. Хорошо? Дальше. Техническая архитектура должна отвечать на вопрос, как обрабатываются исключения. Обработка исключений сейчас, это, в общем, довольно больной вопрос, как ни странно. Обычно они никак не обрабатываются, это очень плохо. Исключения надо обрабатывать каким-то более-менее однообразным структурным образом, чтобы когда у вас в программе что-то сломалось, ну, в смысле, какое-то исключение выстрелило, чтобы у вас приложение не складывалось тут же, как карточный домик, а пыталось как-то с этим делом разумно справиться. Следующий вопрос. Как приложение конфигурируется? Мы уже вроде бы проговорили то, что в приложении хорошо бы доставлять какие-то конфигурационные параметры. Вот каким образом их доставлять, техническая архитектура тоже должна отвечать на этот вопрос. Как приложение собирается, тестируется, запускается? Ну, поскольку у всех в основной среде окружения это Visual Studio, все, наверное, думают, что запускается при помощи зеленой кнопочки примерно вот здесь вот сверху, чуть-чуть левее. Это не так. На самом деле она запускается правильно, с экзешника. Кто-нибудь знает про .NET Core? .NET Core? Microsoft .NET Core? Будущее .NET вообще? Слышали же, да? Вот .NET Core там экзешника нет. Там надо запускать несколько иначе. И на самом деле, если мы говорим о реальных приложениях, вот как бы такое вот, ну, как бы в индустрии, да, то запуск не всегда просто, потому что если мы понимаем, что приложение запускается на сервере где-то там в Аризоне, то, наверное, не выглядит так, что кто-то идет и кликает того раза по экзешнику, правда? Потому что этот сервер где-то стоит там в глубине в бункере, и там вообще никакого UI нету. Там, скорее всего, Windows-то нету. Но как-то все это дело все равно запускается. И зачастую этот процесс может быть весьма нетривиальным. Если мы говорим о питоне, кто-то упоминал PyCharm, то, как бы, наверное, в питоне запуск, в общем, должны понимать, что в запуск приложения чуть-чуть более сложный процесс, чем в два раза кликнуть по экзешнику. Также, как приложение развертывается в режиме разработки и в режиме продакшн. То есть, понятно, что когда вы пишете программу, одна история, когда вы поменяли два байта кода, нажали зелененькую кнопочку, она запустилась, и вы что-то увидели. И немножко другая история, когда вы говорите своему заказчику, к вам приходит заказчик такой, дядя в пиджаке, галстуке такой лет 40, говорит, так, ну что-то там программист надевелопил. Говорит, да, да, все классно, вообще работает, прям зуб даю. Он говорит, ну хорошо, да, ладно, давай мне, что-то тут надевелопил. Говорит, вот проект Visual Studio в чем? Что такое Visual? Ты давай, я сейчас своим там девопсам дам, они там у себя где-то заведут. Вы такие, ааа, блин, как это? В этот момент наступает, как бы, история про то, что вам необходимо, то, что вы разработали, каким-то образом отдать, упаковать и отдать заказчику, с тем, чтобы его люди, которые не умеют программировать, хочу заметить, и про Visual Studio, возможно, вообще ничего не слышали. Ну ладно, слышали, но немного. Вот у себя в каком-то production environment в бункере запустили это страшное приложение, которое управляет движением, там, в общем, неважно, чем-то, business critical. И последний, ну, по списку, но не по значению, вопрос о том, как у вас устроен мониторинг и логирование. Давайте вернемся к истории, когда вы, дядя, в пиджаке отдали свое приложение, он его уносит с собой, возвращается через полторы недели, говорит, ваше приложение не работает. Вы говорите, что не работает? А ваше приложение сервис, у него вот UI вообще нету. То есть, вот просто оно где-то в глубине, там, как-то перерабатывает данные. Он говорит, я не знаю, что не работает, ничего не работает. Он такой, опа, он говорит, ну, чини. Да, вы у себя запускаете, у вас все работает. Вы говорите, у меня все работает. Он говорит, я, конечно, очень рад, но, как бы, а у меня нет. Ваши действия? У кого есть какие идеи? Сделали инсталлятор, он запустил, он говорит, инсталлятор инсталлировал, но, говорит, все равно не работает. Вот понимаете, вот эти финансовые данные по торговле стоками на полтора миллиарда должны вот так переламываться, и вот здесь должны инструкции для брокеров быть. Я пришел, а там инструкции для брокеров нету. Что делать? В логи лезть. Какие логи? И где они? В бункере. В логи смотрите, у вас, он говорит, вот вам два пентабайта логов. Можете изучать. Два пентабайта. Как вы думаете, сколько времени это займет? А, да, и я забыл показать, что ваше приложение, это на самом деле там 25 разных сервисов, которые каждые по 10 экземпляров запускаются где-то там в распределенной среде. Ну, на самом деле вопрос довольно больной и нетривиальный. Ответом на это, в общем, тут несложно догадаться, тут написано мониторинг и логирование. То есть ваше приложение, во-первых, должно в результате своей работы каким-то образом информировать, что там у вас происходит. И второй момент, у вас должна быть возможность как-то вживую мониторить, сколько процессора есть, сколько памяти, если упало, то какого ресурса не хватило и так далее. То есть это на самом деле тоже довольно нетривиальный вопрос. И если говорить о мониторинге и логировании, то здесь сейчас, как бы на текущий момент, индустрия пока недостаточно, на мой взгляд, развилась, чтобы здесь было всем хорошо и приятно. Пока тут есть над чем человечеству поработать. Важное предупреждение. Я не буду рассказывать, как надо делать. То есть на самом деле, поскольку, как мы говорили, в приложениях много разных среды исполнения и так далее, то дать вам сейчас прям готовый рецепт не представляется возможным. Просто потому, что вы будете как бы на разных средах разработки писать миллионы разных программ для разных случаев. К счастью, в интернете полно разных рецептов. Прям вот открываешь там техническое, как билдить приложение на питоне. И прям сразу 25 миллионов статей. Читаете и дальше возникает вопрос, какую из 25 миллионов выбрать. Я постараюсь показать, как правильно выбирать рецепты. Потом вы там под себя что-то выберите. Выберите неправильно, но хотя бы сможете каким-то образом понять, как бы, хорошо вам или плохо, и где конкретно искрит. Давайте пройдемся теперь по этому списку более подробно. Я расскажу, на что надо обращать внимание. Итак, мы группируем строительные уборки приложения. То есть это классы или функции. Вот те правила группировки, которые у вас будут, они должны вам позволить отвечать на следующие вопросы. То есть они должны вам позволить иметь классы с четким атомарным контрактом и минимум зависимости. Кто-нибудь понимает, что такое атомарный контракт? Контракт класса, понятно, нет? Интерфейс класса. Не? Да. То есть когда вы создаете класс, класс делается для чего-то. У него есть некоторый интерфейс, он же синоним слова по большому счету контракт. То есть когда вы говорите, если классу на вход подать 5 вольт, то там загорится лампочка. Если подать 3 вольта, загорится, лампочка будет мигать. Вот это контракт. Если классу на вход функции сумм сложить, подать а и б, то на выходе будет сумма а и б. Это контракт класса. Он может быть, как вы догадываетесь, заметно более сложным. Вот одна из типичных ошибок начинающих программистов, это делать классы, которые делают примерно все. Класс складывает числа, ищет файлы на диске, еще немножечко шьет. Вот это не атомарный контракт. То есть когда вы разрабатываете классы или функции, то они должны иметь контракт какой-то понятный, чтобы было понятно, за что класс отвечает. И желательно, чтобы он отвечал за какую-то одну штуку. Тогда с этим делом можно как-то работать. Следующий момент. То есть правила должны вам отдавать ответ на вопрос, в какую группу, какой пакет, в какой каталог этот класс надо пихать. Или в какой файл. То есть когда вы создаете Visual Studio файл, файл 1.cs, и в нем у вас есть классы, которые работают с диском, и есть классы, которые производят какие-то вычисления. Это не очень удобно. Потому что если потом вы пытаетесь найти, где у вас находится классы, которые делают вычисления, то если вы забыли, где вы его создавали, то шансов у вас нет, вы не найдете. Особенно если классов много. То есть должно быть какое-то простое, понятное правило, которое говорит, где какие классы создавать, как все это должно быть организовано и так далее. Яву кто-нибудь знает здесь? Руки поднимите, пожалуйста. Ух ты, что-то так мало-то вообще. Что, никто не знает Яву почти? Ужас какой. Даже не преподает вам. Разработчики языка Яву в свое время попытались решить эту проблему более-менее централизованным образом. В Яве есть правило, что класс всегда находится в файле с именем класса, и есть понятие пакета, и структура пакетов жестко регламентирует, в каком месте на диске файл с классом должен лежать. В .NET такого нет. Вы, в принципе, можете легко насоздавать 10 файлов, файл 1, файл 2, файл 3-файл 10, и классы равномерно между этими файлами распределять. Все соберется и будет работать. Найти классы будет невозможно. Особенно если приложение большое. Но работать с этим можно. То есть должно быть какое-то правило, которое говорит вам, как все это дело надо организовывать. И также у вас должна быть возможность догадаться, где лежит класс или бизнес-функция, созданная другим разработчиком 6 месяцев назад с нужной вам логикой. То есть у вас есть приложение, которое народ писал 5 лет до вас, много десятков человек. Вам говорят, так, слушай, знаешь, тут есть функция расчета комиссии по страховке, и там нужно добавить вот это еще дополнительно умножить на коэффициент. Ты найди ее, пожалуйста, на коэффициент домножь. То есть, в принципе, вам надо, скорее всего, набрать 6-7 символов текста. Закоммитить это в репозиторий, вы свою задачу сделали. В приложении 150 файлов, 1500 классов. Как бы задача найти нужную штуку. Вот, если архитектура приложения хорошая, то вы найдете относительно быстро. То есть, скорее всего, в приложении как-то все так организовано, чтобы понятно, где эта функция живет. А если организовано плохо, то шансов найти нужную функцию у вас нет. Ну или вы там потратите на это много-много дней. Связь классов между собой. То, вот, пресловутая IOC, про которую я говорил. Кто знает понятие жизненного цикла классов? Скоуп, жизненный цикл. Один человек, два, три, четыре. Хорошо. У классов есть жизненный цикл. Вот у вас есть приложение, да, которое работает, например, у вас аптайм, там, например, там, полтора года. То есть, полтора года назад приложение запустили, в нем есть какие-то классы, земляра классов. И вот оно как-то работает. Резонно предположить, что, наверное, классы, которые создаются в этом приложении, не все полтора года живут. То есть, некоторые классы, наверное, как полтора года назад создали, так они и существуют. А некоторые, наверное, как-то вот уничтожаются, а потом снова создаются. Логичное предположение, правда? Вы со мной поддерживаете? Хорошо. Вот то, каким образом, по каким правилам эти классы создаются, уничтожаются, и как вот это все происходит, называется жизненным циклом классов. То есть, как классы живут, да. То есть, ну, типичный пример жизненного цикла. У вас, например, есть веб-сервис, да, приходит веб-запрос. Там, сложить два числа, один и два. И вернуть результат. Вот все, что происходит в рамках обработки этого запроса, называется scope request. То есть, жизненный цикл, связанный с запросом пользователя. И, соответственно, с ним ассоциировано какое-то количество экземпляров класса, которые создаются, пока у вас этот запрос обрабатывается, и потом уничтожается, когда он заканчивает обрабатываться. Жизненный цикл класса бывает разный, опять же-таки, в зависимости от, типа приложения, бывает там application, session, prototype, request и так далее. Ну, например, session – это когда пользователь заходит, логинится на сайт. Вот вы заходите на страничку ВКонтакте. ВКонтакте. Все же слышали социальную сеть, правда? Вот вы туда логинитесь, вот в этот момент у какого-то абстрактного распределенного приложения ВКонтакте создается сессия под вас. Что такое пользовательская сессия, понимаете же, да? Правда? Хорошо. Создается сессия. В рамках этой сессии с сессией связаны какие-то данные, то есть на какой странице вы сейчас находитесь, какую музыку сейчас слушаете и так далее, если вы ее слушаете. Сессионные данные, очевидно, ассоциированы с какими-то структурами данных. И вот жизнь энцикла структур данных, он заканчивается, когда вы закрываете страничку или когда вы шмете логаут. Ну, потому что понятно, что дальше их держать не очень осмысленно. И очевидно, что эти экземпляры должны как-то создаваться и как-то уничтожаться, и как-то взаимодействовать с другими классами приложений. Вот техническая архитектура приложения в том числе должна отвечать на вопросы, как у вас эти классы живут, как они, когда создаются, когда уничтожаются, почему они не остаются навечно в памяти и не замусоривают память и так далее. И самое веселое здесь, что классы с разным жизненным циклом должны между собой тоже как-то взаимодействовать. То есть у вас есть классы, которые были созданы, когда вы звонились на страничку 2 часа назад, и есть классы, которые созданы, вот когда вы веб-реквест создали, вот как-то все это между собой должно между собой данными как-то обмениваться. Также есть такое понятие, как разделение интерфейса и реализации. То есть часто у вас один класс, один и тот же интерфейс может быть реализован несколькими разными классами. И в зависимости от того, какая реализация вам нужна, вот IUC-фрамворки позволяют вам разные реализации как бы вот туда подпихивать. 15-20 лет назад с этим было реально сложно. То есть вот IUC-фрамворков тупо не было, самой концепции не было, и все это реализовывалось очень грязно и некрасиво. В общем, довольно случайным образом. К счастью, сейчас IUC-фрамворки, в общем-то, отвечают на этот вопрос, и стало заметно легче. Очень важно, чтобы вы о существовании такой прекрасной штуки знали и понимали, какую проблему они решают. Пожалуйста, не поленитесь. Те, кто хотят потом дальше за ним работать, войти, почитайте про эту штуку, потому что мимо нее вы никак не пройдете. Как обрабатывать исключения? Давайте так скажем. Вам рассказывали про обработку исключений? Как это должно происходить и почему это важно? Да или нет? Хорошо. Кто понимает, почему обработка исключений крайне нетавиальная тема? О, уже с этим лучше. Я приведу замечательный пример из жизни. Коллега жаловался в чатике. Он живет в Нью-Йорке, и он подавался на то ли очередную серию грин-карты, то ли ему какие-то документы надо было по взаимодействию с правительством США. Они обычно все документы обратно посылают почтой. Ему пришло на электронную почту, ну, почту, в смысле, такой вот, с нейл-мейл, вот такой бумажный, да? Ему на электронной почте пришло уведомление. Ваш запрос удовлетворен, вы можете отследить его статус, используя tracking number unavailable. Введите этот tracking number на сайт, и вы увидите, как ваш запрос обрабатывается. Ну, а навы было, конечно, гениальный tracking number. Скорее всего, такая фигня случилась, потому что где-то в глубинах почты США произошло какой-то сбой, исключение. Но это исключение произошло таким образом, что оно не привело к остановке обработки процедуры, да? То есть процедура, которая посылала ему давление, продолжала молотить. Tracking number не был получен, но вместо tracking number туда какая-то бездушная программа вставила слово unavailable. Ну, может, там не получилось tracking number сгенерить или еще что-то. Вот. И эта штука безжалостно продолжала молотить, вставив это unavailable в шаблон письма и послав это все дело почтой. У почты США не очень хорошая обработка исключений. Какой-то безвестный нам программист про это дело там не подумал. Вот. Исключения должны обрабатываться таким образом, чтобы, если оно случилось, то программа не продолжала дальше молотить, вот пытаясь выполнить последовательность действий, да? А пыталась с этим что-то осмысленное сделать. Либо остановиться, сказать, ну, tracking number нет, не буду ничего слать, ничего не получается. Или, например, послал уважаемый пользователь, не получилось для вас генерить tracking number, у меня тут как-то все плохо, зайдите ногами на почту, посмотрите, что у вас там происходит. Или еще какое-то осмысленное действие произвести, но не продолжать вот так бездушно работать, двигаться вперед. Обработка исключения довольно-таки нетривиальная на самом деле задача. И когда вы пишете, вот сдаете лабораторную работу там какую-то, да, есть программирование такое понятие, как happy pass, счастливый путь, да? Приходилось кому-нибудь с этим встречаться? Кто-нибудь слышал? Нет? Тогда для вас откроется много всего. Но happy pass это когда вы, ну вы же лабораторные работы какие-то задаете же, правда, практически? Да. Вот когда вы, значит, сидите за компьютером и два часа программируете, у вас там есть задача там найти, там, не знаю, минимальное число в массиве. Ну, наверное, сейчас задача чуть-чуть посложнее, но неважно, да? Вы сидите, сидите... Нет, такие... Хорошо. Сидите вы, значит, сидите, и наконец у вас получилось. Ваш код ищет максимальное число в массиве. Ура, 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 заработало. Вы такой нажимаете зеленую кнопочку, так аккуратно, раз, нашлось, класс! Раз, еще раз. О, два раза подряд ищет. Ничего не меняем, зовете преподавателя, показываете, глядите. Хлопысь, оно работало. Все, класс, супер. Это happy pass. Преподаватель такой говорит, угу, хорошо, а сейчас мы вот в этом массиве, там, шестерочку на нолик заменим. Нажимаете зеленую кнопку, хлопысь, она не находит. Вот. Это обработка всех возможных входных данных. То есть happy pass, это когда у вас работает хотя бы один раз для случая, когда все хорошо, идеальные, нормальные данные, все прекрасно. А когда мы говорим о том, что вам надо сделать сервис, который будет работать, там, 24 на 7 долгие-долгие годы, то очевидно, что в работе этого сервиса возникнут какие-то проблемы. Ну, не все всегда идеально. То есть проблемы всегда возникают, сеть отпала, еще что-то такое. И этот сервис должен на эти проблемы каким-то образом адекватно реагировать. Когда-то на заре своей карьеры мы писали систему автоматизации энергоучетов ТАГНЕФТИ. И, ну, то есть это вот нефтяная организация, вы можете себе представить, она там распределена на большой территории, там, типа, из одного конца в другой конец, там, километров 300, наверное. Там, значит, стоят опорные пункты НГДУ, нефтегазодобывающие управления, внутри них там есть дата-центр, в дата-центрах там какое-то оборудование стоит. И у нас была проблема. У нас регулярно отваливался, отваливался один сервер. То есть он переставал работать где-то в районе часа ночи. Мы уж и так, и сяк, и уж там, и с коннект с базой фиксили, там, написали кучу обработки, исключений. В результате мы добились того, что сервис, когда он отваливался, он потом каким-то образом в норму сам приходил. И после того, как он приходил в норму, все там, все там восстанавливалось, данные там нормально строились. То есть, ну, просто он не работал какое-то время, но потом все в норму, само приложение себя, так скажем, восстанавливало, да. Но в результате, когда уже все более-менее подчинилось, мы стали искать, где же все-таки проблема. Выяснилось, что в час ночи там происходила уборка. И уборщица, чтобы ей было удобно убирать, выдергивала один из проводов и мыла, значит, тряпкой пол, а потом провод умело вставляла на место. Вот. Это случай анекдотический, но надо понимать, что когда вы пойдете вот туда в поля писать программы, то у вас будут еще более анекдотические случаи. То есть, вот реально как бы жизнь может вам подкинуть, реально очень-очень много разных, исключительных, странных, непривычных ситуаций. У меня, наверное, самая как бы странная и необычная ситуация была, когда я работал там в проекте, мы делали для заказчика приложение, которое должно было, значит, там, суть приложения, была там какой-то облегченный доступ к различным интернет-сервисам для пенсионеров. У приложения была вот, ну, веб-морда, то есть, веб-сайт, куда можно было зайти, там, что-то там такое поделать. И я вот вечером, в 10 часов вечера, зима, январь месяц, минус 15, я гуляю с собакой там, в рощице около дома, то есть, вокруг меня снег, деревья, луна светит, как бы, там, звонит телефон, и говорю, Денис, Денис, я что-то нажал, и у меня, главная страница сайта не работает. Я говорю, окей, чё жал, не помню. Я говорю, слушай, я сейчас в лесу с собакой, ничего не трогай, я сейчас приду домой, через 10 минут что-нибудь сделаем. То есть, как бы, в принципе, учеба в университете меня не готовила к такой ситуации, честно признаюсь, как бы, да. То есть, зачем пример приложен? Опять же, тоже анекдотически, просто я хочу подчеркнуть, что исключительные ситуации бывают очень-очень разными. То есть, догадаться, каким образом, кто и как сломает приложение, невозможно. Важно понимать, что когда вы приложение дизайните, вы должны, во-первых, понимать, что кто-то его обязательно сломает, и, б, приложение должно каким-то адекватным образом на это дело реагировать. Следующий момент, конфигурирование приложения. Я чуть-чуть ранее выяснил, как я понял, идея о том, что приложение должно конфигурироваться, глубоко в ваших сердцах, видимо, не поселилась. Поэтому мы сейчас эту тему затронем не очень глубоко, потому что, ну, как бы, не понимая проблематики, очень сложно понимать рецепт. Для начала просто скажу, что когда вы пишете приложение, которое состоит из многих разных сервисов, еще что-то, каких-то классов и так далее, это приложение обычно потребляет большое количество конфигурационных параметров. То есть ему нужно очень много знать об окружающем его мире. Это всякие конфигурации. Ну, обычно, как правило, самый популярный тип конфигурации это явки пароля, ну, в смысле, логин и пароль к различным другим сервисам. К базе данных, к каким-то сервисам в интернете и так далее. Существует много разных способов доставки этих конфигурационных параметров функций классов, но самый популярный, исторический, так сказать, популярный способ доставки это доставка через переменные среды Environment Variables. Кто знает, что такое переменные окружения? Не очень много. А кто знает, где Windows они определяются? Ну, что, один человек всего, что ли? Да ладно. Окей. Переменные окружения это самый популярный, хотя и весьма хаичный способ конфигурирования приложения. Сейчас, в общем-то, придумали получше. В Дотнете есть более-менее стандартный способ, он, по-моему, называется AppConfig, или как файл называется с конфигурацией-то? Блин, или Config.xml. Как это? Блин. Я Дотнет не очень хорошо знаю, поэтому я так наизусть плохо помню. Но, в любом случае, способы доставки конфигурационных приложений внутрь классов существует множество. Хорошо, чтобы, во-первых, вы это понимали, и, умели удобным для разработчиков образом эти конфигурационные параметры внутрь каким-то образом доставлять. Как приложение собирается и запускается? Вот здесь несколько очень важных поинтов. Они немножко заточены под Джаву, но, в принципе, не очень сильно все это дело отличается от Дотнета. Давайте представим следующую ситуацию. Вот у вас есть, вот там попали в какой-то там проект платный. вот вы устроились на работу, работаете, первый день приходите, вам говорят, ну вот тебе доступ к репозитории, вот там проект лежит, давай, в общем, с ним что-то делай. А с гидом же все умеют работать, правда? Система контроля версии знакомая тема, да? Не, ну я понимаю, что там, да. Система контроля версии кто вообще слышал? Ага, уже лучше. Вот обычно код лежит в системе контроля версии, сейчас это почти всегда гид. Вы приходите, делаете гид-клон, делаете, значит, код выкачиваете все на локальную машину, у вас есть там несколько десятков мегабайт кода. Хорошо бы теперь с ним что-то сделать. Обычно, обычно в боевых проектах, когда вы открываете этот Visual Studio, эта штука не билдится, сразу скажу, и не запускается, потому что, чтобы эта штука сбила здесь и запустилась, надо сделать много разных сложных телодвижений. Если мы говорим о .NET, обычно это заметно проще, если мы говорим не о .NET, все намного сложнее. Вот хорошо бы, чтобы у вас хорошая архитектура, тогда, когда для того, чтобы сбилдить приложение, вам не надо два дня устанавливать дополнительные сервисы, что-то дополнительно конфигурировать. А вы это можете сделать хотя бы через два часа, после того, как вы это сделали гид-клон. Это считается, что архитектура хорошая. Хорошо бы еще иметь возможность собрать приложение одной командой, вот что-нибудь одно написать в консоли, или кнопочку нажать, где-нибудь, когда вы с ноутбуком в самолете летите, как бы внезапно большинство коммерческих приложений таким образом не собираются. То есть обычно им для сборки либо вообще нужен CI-сервер, который, в общем, как бы локально фиг соберешь все, либо нужна куча дополнительных сервисов, которые что-то там, что-то считают и так далее. Также важный момент, хочется иметь, обычно очень хочется иметь повторяемый результат сборки. То есть если вы приложение собрали, и оно вот собралось, то когда вы через пять лет, например, делаете чекаут, и еще раз, в смысле, вот клон, и делаете еще раз, собираете, хорошо бы, чтобы оно снова собралось. Как ни странно, так происходит далеко не всегда. Часто, например, приложению для сборки нужны какие-то артефакты, которые лежат на шаре или где-нибудь там на сервере, которые три года назад админ взял и разобрал на запчасти. Все, не собирается. Вот реально к нам, например, приходил заказчик, просил сделать аудит кода. Он говорит, вот у меня приложение, посмотрите, что с ним. Окей, мы делаем, значит, клон приложения, клон кода, смотрим под капот, видно, что приложению для сборки нужны некие специальные пакеты, которые лежат на сервере, на сервере с адресом, адрес которого начинается на 10 точка, что-то там. Мы говорим, окей, у тебя, она говорит, часть логики вот на том сервере лежит. Он говорит, ты знаешь, от сервера у меня админ ушел и сервер мы потушили, мы думали ненужный, ну все, сейчас собрать, говорю, не получится, извини. То есть это реальный случай. И это не единственный вариант, как можно сломать билд. То есть билд может ломаться по очень многим разным причинам и очень хорошо, когда у вас билд, как бы, когда вот вы в приложении думаете о сборке приложения, когда эта штука повторяется и собирается у всех примерно одно и то же. Еще один прикольный момент, когда... Это было во времена, когда Delphi было очень популярно, когда разработчиков стоит, значит, там, Delphi на машине и сборка зависит от компонентов, которые установлены у каждого на локальной машине немножечко свои. И когда вы собираете, вот разработчик А.Васи собрался билд, у разработчика Пети собрался билд, в зависимости от того, у кого что собралось, билд работает немножечко по-разному. Потому что у Пети установлена старая версия компонента, которая с ошибками. И ты не знаешь, от кого был послан билд заказчику, и ты не знаешь, ошибка там выплывет или нет. Иди угадай. Поэтому повторяемость билда – это очень важный момент. Очень хочется иметь возможность запускать тесты для приложений, если они у вас есть. Обычно сейчас все пишут тесты, очень модно, популярно, молодежно. Но проблема с тестами часто заключается в том, что они запускаются и проходят только на машине того человека, который их писал. Когда другой делает себе клон кода и запускает, они у него не запускаются. Потому что тесты зависят от какого-нибудь файла test.config.xml, который лежит где-нибудь там в C, что-нибудь там локально. Я такое видел, звучит дико, но подозреваю, что они все понимают, что это так делать не надо. Хочется иметь возможность, что приложение, как бы сборка, имело, скажем так, как можно меньше внешних зависимостей. Очень часто для того, чтобы приложение собрать, народ туда напихивает какие-то зеленые разных конфигов, которые до того, как вы их определите, приложение не собирается и не запускается совсем. Когда ты разрабатываешь, это кажется нормально. Ну что, у меня на локальном компе-то все хорошо, потом вы меняете комп, или там приходит новый разработчик, и оказывается, что в общем нехорошо, и все как-то сложно и печально. Отдельный момент – это развертывание приложений в режиме разработки и продакшен. Ну, я про это уже говорил. То, что когда вы разрабатываете код, и когда код выполняется, это принципиально две разные среды выполнения. То есть, локальный компьютер, на котором вы кодите, и сервера, на которых все это дело потом работает, надо понимать, что они отличаются драматически, и почти никогда они не бывают одинаковыми. То есть, там разное количество ресурсов, разная конфигурация, зачастую разная операционная система. И бывает так, что приложение делает так, что в нем удобно разрабатывать, но совершенно невозможно выкатать это в прод. Или наоборот, в проде работает все прекрасно, но разрабатывать невозможно. То есть, реально очень мучительно. То есть, ну, как бы вот буквально сейчас у меня есть аккаунт, где у заказчика разработчики сделали систему, которая довольно-таки наукообразно выкатывается в продакшен. Там у него как-то все очень масштабируется, как-то все запускается. Но разработчику для того, чтобы поменять одну, грубо говоря, строчку кода, ему надо произвести какое-то громадное количество очень сложных телодвижений. Там докер-композ остановить, кучу сервисов остановить, там строчку поменять, опять запустить, что-то там на кого-то настроить. В общем, там ужасно. Вот очень важно, чтобы вам и в режиме разработки, и в режиме продакшена все работало и было и там, и там удобно. На самом деле, как бы, выкатывание программы в продакшен – это, в общем, отдельно очень больная тема. Прямо сейчас я ее, очевидно, осветить не успею. Вот. Но единственное, что хочется, чтобы вы после моего сегодняшнего рассказа вынесли идею, что этому надо уделять внимание. И не все всегда тривиально. Последнее в списке – как устроен мониторинг и логирование. Кто знает, что такое фар? Раз, два. Что, все, что ли? Фар – это вот прям must-have инструмент для разработчика. Это практически единственное приложение для Windows, которое позволяет нормально смотреть логи. Ни в чем другом логи смотреть неудобно. Я не знаю, почему так получилось. Но, как бы, это на текущий момент практически единственный способ нормально в логах поковыряться. Давайте с вами представим ситуацию. Вы пишете софт для какой-то нефтегазовой компании, которая находится где-то там в Ямале. Вот. У них есть несколько дата-центров где-то там на вечной мерзлоте. Эти дата-центры, поскольку это Mission Critical, там качается газ и нефть, по вот сети, вас туда по интернету, туда залогиниться на консоль, вас, естественно, никто не пустит. Хуже того, на продакшн-сервер вас отсюда, из Воронежа, вообще точно никто не пустит. То есть продакшн-серверами занимаются админы заказчика, такие специально сильно проинструктированные люди, которым можно верить и так далее. И что из себя представляет приложение? Там, например, в пяти дата-центрах работает, например, в общей сложности 15 экземпляров вашего сервиса. И иногда возникает ошибка, что ваш сервис теряет данные о перекачке нефти. И по трубе проходит, например, 100 баррелей, а приложение насчитало 999. И заказчик как бы недоумевает, говорит, уважаемый программист, сделайте так, чтобы у меня, в смысле, тысяча прошла, 999 посчиталось. Сделайте так, чтобы недостающий баррель тоже считался, иначе вот я как-то деньги недополучаю, и от этого очень сильно расстраиваюсь. Ваши действия. Причем ошибка происходит где-то плавающим образом приблизительно раз в месяц. У кого есть какие идеи? Ну, погромче, не слышно. Нет идей. Заказчик говорит, ладно, уважаемый программист, поскольку у тебя нет идей, я понимаю, как бы, ну, поскольку фиксить надо, вот тебе, значит, билетики, собирай сумочку и давай ко мне езжай. Ну, у меня сейчас, конечно, прохладно. И гостиничка, конечно, у меня четвертой категории, не очень, как бы, душ и туалет, вот там на этаже, вот туда заворачиваешь и туда идешь. Вот, по коридорчику. Ну, и пока не заработает, давай сиди. Вот, локально доступ к логам я тебе дам. Вот, приходишь в дата-центр, там садишься и, значит, соответственно, там. Ну, конечно, в шапке-ушанке в дата-центре надо сидеть, но, как бы, уж как есть, фикси. Вот, есть желающие ехать? Не, один раз ездить, конечно, прикольно, спора нет. Ну, рискну предположить, что, в общем, это не самая классная командировка из возможных. Очевидно, хочется, чтобы, когда что-то случилось, во-первых, у заказчика все эти лох-файлы где-то были внутри, и, б, он имел возможность вам эти файлы каким-то образом отдать, чтобы вы могли посмотреть, искать. Вы знаете, 15 дней назад, из-за того, что уборщица выдернула провод, тут вот фигня произошла. Давайте она не будет выдергивать провод, он скажет, фигня вопрос, и уборщицу расстреляем, как бы, все нормально. Вот, и дальше, как бы, все, вы со спокойной, с чистой совестью, как бы, скажете, ошибка пофикшена. Вот, но до того, как расстреляют уборщицу, хочется иметь возможность вот эту плавающую ошибку, которая в терабайтах логах, которая там у него накопилась, найти. Для этого надо, первое, чтобы, когда провод выдергивает, в логах что-то было, потому что очень часто, как бы, как раз вот та фигня, которая случается, вы ее не логируете. Ну, потому что логично, обычно вы логируете то, что вот, как бы, ну, то, что вы думаете, что надо логировать, а случается всегда что-нибудь другое. И, б, чтобы, когда вот эта фигня случилась, вы имели возможность до нее каким-то образом, там вот в дата-центре заказчика дойти. И, б, когда вы разрабатываете локально, хочется, чтобы вы тоже могли эту ошибку в логах увидеть, что на самом деле одно немножко противоречит другому, как ни странно, потому что, когда у вас многие терабайты генерируются, у вас там есть такой файл, там, например, на гигабайт, приложение написало, и вы такие, блин, ну, где-то в центре я себе написал, что вот там вот в этом методе я вошел в метод, очень важный метод один. Как это найти, если у вас терабайт логов? Очень сложно. Поэтому хочется, чтобы, с одной стороны, в режиме разработки можно было что-то понять, что там происходит, и, с другой стороны, когда вот случилось что-то, найти это что-то, что было давно, и каким-то образом внятно продиагностировать, что это было. Соответственно, логи должны каким-то образом, очевидно, то, что у заказчика с многих инстансов происходит, должны каким-то образом консолидироваться, и второй момент, когда у вас, например, сервис упал, или, например, сервису плохо, или в нем много ошибок возникает, у заказчиков обычно есть разные софты для мониторинга, какой-нибудь Прометеус, Графана, кто-нибудь знает, какой-нибудь часов для мониторинга, есть идеи? Хорошо. То есть, выглядят на экране, это как вот в браузере они заходят на какой-то URL, и там много разных графичков и таких вот всяких вот индикаторов, красное, зеленое, желтое и так далее. И когда, например, в каком-то сервисе начинает возникать много ошибок, ошибок какой-нибудь графичек начинает ползти вверх. Или когда память, например, заканчивается, какой-нибудь графичек ползет вниз. И тогда у админа заказчика начинает звонить пейджер, он быстро встает, бежит в дата-центр, выясняет, из-за чего эта фигня произошла. И если она произошла из-за вашего сервиса, он вам звонит и говорит, слушай, у тебя что-то здесь идет не так. А если он не может понять, что фигня происходит, то звонит вам уже не админ, а начальник админа, или начальник-начальник админа. И там уже разговор происходит совсем другой. Поэтому хорошо бы, чтобы вам звонил админ заранее, и вы могли как-то с ним, в общем, обсуждая, все это дело каким-то образом порешить. Сейчас прям совсем-совсем хороших тулов для этого дела нет, но есть какое-то количество неплохих тулов. Как пример мониторинга, по-моему, сейчас в Visual Studio есть, вы когда запускаете, там, по-моему, картинка меняется, начинают графички показываться зелененькие. Вот это очень-очень примитивно, как мониторинг устроен. На самом деле в реальных приложениях оно там сильно-сильно более сложно, но это очень примерный вид, как это все, вот, что админ видит. Только у нее, эта панель, у нее там не один графичик, а примерно 150. Окей, я вам рассказал много страшных вещей, из которых вы запомнили, может быть, лучше из вас процентов 15. Что дальше с этим делать? Какие идеи? Не, пробовать руками, на самом деле, это универсальный, всегда очень хороший рецепт. Есть вопрос, в какую сторону руками пробовать. Ну, во-первых, первое, что надо сделать, это... Сейчас. Первое, что на самом деле надо сделать, постарайтесь... Во-первых, можно чуть-чуть меньше шуметь, правда, когда шумно, мне кажется, что меня никто не слышит, и мне потеряется мотивация вам рассказывать. Первое, что надо сделать, попытаться почитать что-то про те страшные слова, которые я рассказывал. Я называл несколько довольно устойчивых терминов. Самый простой способ, просто открыть интернет, не знаю, какой-нибудь хаббер, и посмотреть, что там вообще, в принципе, про это дело пишут. Там, скорее всего, одну-две более-менее неплохих статей вы найдете, у вас это отнимет не очень много времени, но существенно расширит ваш кругозор. У вас сейчас есть преимущество, то, что называется, низкого старта, в какую бы сторону вы ни двигались, изучаете вещи, вы очень быстро, буквально за там, типа там, десяток часов, можете там расширить свой горизонт познания, так сказать, драматически, буквально в разы, и щеколять перед коллегами, которые вот это все дело не слушали, говорят, ну там и UC-контейнер, там сейчас для Дотнета вот это модно, или вот это модно, там, преподавателям там, встроить UC-контейнер в приложение, тебе несколько офигеют. Там, что у нас для Дотнета, для системы, а, система сборки, Nugget кто-нибудь знает, что это такое? Nugget, .NET, Nugget, Visual Studio. Нет? Хорошо, тогда еще одно ключевое слово почитайте, в Дотнете есть стандартный tool, называется Nugget, называется Manager пакетов. Вот, я почему-то думал, что все про менеджмент пакетов знают, если это не так, то это вот тоже еще один из обязательных моментов. на самом деле, если прямо говорить про техническую архитектуру, в общем-то, все немножечко плохо. Почему? Потому что какого-то вот учебника, да, вот вы берете какую-то толстую книгу, там, техническую архитектуру, one-on-one, читаете, у вас сразу какое-то базовое знание появляется. Такого нет. Почему? Потому что, потому что, как бы для разных систем, для разных систем техническая архитектура типовая, немножко разная, и все это сейчас в последнее время очень быстро меняется, то есть, если мы посмотрим на состояние, вот как думалось про техническую архитектуру, например, 10 лет назад, а сейчас, то разница драматическая. И поэтому там все, что есть, вот массив знания человечества на эту тему, сейчас представляет собой какое-то количество довольно разрозненных статей, и немножечко книг, которые покрывают какие-то отдельные моменты. Но чего-то, что вот прям рассказывала, вот от корочки до корочки, что вы прочитали, и сразу у вас какие-то базовые знания есть, такого, к сожалению, нет. Есть набор best practices, что такое best practices, понимаете же, да? Ну, какие-то устоявшиеся приемы, устоявшие способы что-то делать, но часто они друг другу противоречат, потому что программисты разные, там, и каждому, многим разным программистам кажется, там, что вот одним лучше делать так, другим лучше делать так. Они все это дело воодушевляются, начинают все дело евангелизировать, всем рассказывать, как надо жить и так далее. Из-за этого очень много шума, как бы, в пространстве происходит, но, как минимум знать разные противоречащие друг другу способа и пытаться составить собственное мнение, как лучше сказать, я вот это пробовал, мне было неудобно, попробовал вот это, мне стало хорошо, буду делать так, как мне хорошо. вот это дело, вот это дело надо обязательно знать. Как быть? первое, надо помнить и вообще понимать, вот те вопросы, вот аспекты, которые я вот в этом списке привел, это не стопроцентно исчерпывающий опыт, но список, но как минимум, как бы то, что я там рассказал, из этого надо обязательно, надо знать все. То есть, про каждый пункт, вы как вот, став состоявшимся программистом, должны иметь какое-то, ну, хотя бы базовое мнение. С опытом у вас будет какой-то, вот, собственный опыт накапливаться, очень важно его не игнорировать, потому что я встречал людей, которым для того, чтобы, ну, изменить одну строчку кода, запустить приложение, посмотреть, что же получилось в результате, надо было проделать, там, довольно большое количество телодвижений, и они упорно эти вещи делали день за днем, месяцами, там, мучились, как-то, там, вот, перетаскивали этот код на сервер, что-то там, руками запускали, потом смотрели, как это на сервере выполнилось, им это было нормально. Если вам неудобно, не игнорируйте это, то есть, если вам неудобно разрабатывать, то, значит, что-то не так, пытайтесь понять, что не так, и это каким-то образом пофиксить. Иногда пофиксить нельзя, потому что заказчик, вот, ну, в силу ограничений заказчика, иногда пофиксить можно, но, по крайней мере, старайтесь жизнь свою улучшить. Очень важно помнить, что вы пишете, есть такая очень старая шутка, которую, я подозреваю, у меня сейчас есть очень большое преимущество, я могу шутить старые программистские шутки, за которые мне, в общем, коллеги бы побили, а вы их не знаете, можно куча бородатых анекдотов рассказать. Вот, есть классический анекдот про то, что вы должны писать код так, как будто вы пишете его не для себя сейчас, вот, прям, я сейчас написал, мне с ним хорошо, а для маньяка, расчленителя, который будет с этим кодом что-то делать через 6 месяцев, который знает, как вас зовут и знает, где вы живете. Вот, это на самом деле, конечно, анекдот, но на самом деле, как бы, не совсем анекдот. Вот, поэтому старайтесь это всегда помнить. Следующий поинт заключается в том, что когда вы начинаете, вы понимаете, что такое техническая архитектура приложения, вы понимаете, как ее строить, начинаете ее строить, добавляете какие-то новые фишки, что-то такое делаете, меняете и так далее, очень сложно становиться. Вот, если вам поперло, вы начинаете там, что такое, градить там, я не знаю, такое вот. Надо всегда помнить, что все, что вы делаете про техническую архитектуру, непосредственно заказчику деньги не приносит. То есть, если у вас классная, прекрасная структура классов и так далее, и у вас не очень классная структура классов, но в принципе, с этим можно как-то жить, с точки зрения человека, который вот с деньгами, ему в принципе фиолетово, насколько вам удобно. Пока вы можете работать, это как-то работает и в общем, в долгосрочной перспективе не взрывается, в общем, ему все равно. Поэтому, как бы, начиная полировать и усовершенствовать архитектуру приложения, очень важно остановиться в какой-то момент, сказать, ну, вот можно лучше, но так тоже нормально. Фиг с ним. Вот это очень важно всегда понимать. Когда я обычно вот с командами техническими разговариваю, и народ начинает, ой, давай притащим вот эту библиотеку, а давай еще вот этот скрипт здесь сделаем, и так далее, я обычно говорю, чуваки, вот давайте так, каждое новое предложение, тот, кто предложил, выставляет ящик пива. Если вот ящик пива не жалко, и без этого дальше жить вообще невозможно, либо настолько классно, что вот без нее не жизнь, ставь ящик пива, мы все будем использовать твою либо, все класс. Говорит, не, ну ящикам не жалко, не настолько сильно надо. Ну, значит, не надо, все, поехали дальше без либо. Вот, это на самом деле, опять же, тоже довольно анекдотический прием, но он, это очень классный критерий для себя, чтобы протестировать, действительно ли вам необходим тот или иной технический прием в приложении. Старайтесь хотя бы виртуально сами с собой это дело проигрывать. Всем спасибо. Сейчас могу ответить на вопросы и после мы сделаем перерыв или сразу перерыв, если все понятно. Да. Кто еще раз? А, есть, кстати, да, вот рекомендую, скажем так, пока вы еще учитесь и не успели закончить институт или универ, в зависимости от того, кто где учится, я очень сильно рекомендую найти в электронном виде доступно, есть такая книжка Charles O'Etherall «Этюды для программистов». Там около 20 задачек собрано, некоторые задачки немножко старые, что, впрочем, не отменяет того, что их можно попробовать порешать. Каждая задачка это на несколько недель кодинга. Книжка старая 70-х годов сейчас кодируется немножечко быстрее. То, что раньше была задача на неделю, некоторые можно сделать за пару дней. Очень настоятельно всем рекомендую попытаться задачи оттуда порешать. Тем, кто хочет чего-нибудь достичь, можно порешать все. Это не очень сложно. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok